Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы рассматриваем житие святых во свете Библии, чтобы все видеть открытым оком. Вопрос 2077. Было ли различие жизни и кончины апостолов и живших в первом веке от иноческих подвигов христиан последующих веков? Ответ. Всегда и везде отличаются, как небо от земли. Там Божие, а тут все утопало в человеческих вымыслах, о монашестве, о постригах и о ступенях ангельских, архангельских, иночестве, монашестве, схиме. Что интересно, у апостолов ничего этого не было. Везде даровано было совершенное усыновление Христу. И давалось одно обещание в крещении, вечное и достаточное. Римлян 8.15. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Ефесянам 1.5. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. 1 Петра 3.21. Так и нас ныне подобно всему образу крещения и плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. А у людей, будь то монахи или масоны, тут все градуировано по степеням и ступеням. Либо чувствует свой недостаток и полную неуверенность, даже уже будучи всю жизнь страдальцем, подсидев невинно в тюрьме, достигнув высшего положения в церковной иерархии, они перед смертью еще раз берутся за ножницы и снова стригутся. Сколько раз не обрезывается, а чувствует, что нечистота на них, и уже смертный час, снова обрезание. Схему принять надо. Снова попытка вырваться из плена человеческого несовершенства. И этот грех своеволия, замены Божьей праведности своей через подвиги в норах, в дуплах, оно не давало радости евангельской. Они могли радоваться, подсчитывая каталог подвигов иноческих, подводя итог всевозможным мелочам в пощении и бессонии. Римм 10.24 «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Гурий, митрополит, 4 октября. «Чувствую приближение своего отшествия к Богу, святой Гурий призвал к себе архимандрита в арсенофию, к коему питала любовь великую и духовную, и пожелал принять от него великий ангельский образ, то есть схему. А сам митрополит?» Вопрос 2078. «Существуют ли препятствия и ограничения для принятия иночества?» Ответ. Это возрастной ценз, согласие хозяев, жены, детей. Но на практике все эти правила вообще не соблюдались нигде. Главное – пострижься, увеличить число монашествующих. Этот неумирающий, неистребимый дух во всех религиях – род. Кто соглашался постричься, ему все списывали, называя постриг вторым крещением и причислением к ангельскому чину и прочее красивое, и ничем не подтвержденные громкие обещания, противные Писанию Божию. Исайя 8.20. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. С изобретением монашества у постригшихся осталось только вверх идти, лезть на столб или вниз свалиться в подземелье, а быть с народом – только не с народом. Путь современного и бывшего монашества – это путь Ионы, бегущего от Бога в другую сторону. И когда вокруг буря, все ищут выхода и создают погибель, как ему казалось спокойно, один почивает и бежит совсем в другую сторону, только бы не идти в указанную Неневию и не благовестить. Говори! Воистину воскрес! Кто звонит-то? Скажи, Павел? Так, ну что, если Господь благословит, то мы в конце мая можем, в начале июня у вас быть. Так, проездом, потому что нам надо через Украину идти, узнайте там, какие препятствия могут быть. Ну не может быть, чтобы не пропустили нас. Узнай, конечно, мы те же самые трое, нам надо попасть в Грецию. Ну все, отошел с Богом, мы тут запись ведем. Операцию когда тебе будут делать? Операцию? Да как говорили, что у вас руку будут делать операцию, сшивать там. Ну спаси, Господи. Павел и шахту, у которого была ставка в прошлом году. Удивительные люди русские. Ну и сегодня могли бы монахи возвестить миру о грядущих казнях, если не покаются люди. Ион 1.9. И он сказал им, «Я и в речи, что Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». Ион – это прообраз монашествующих. Он согласен быть выброшен даже на смерть, в море, только бы не идти с проповедью в мир. Может быть, монахи и есть подлинные последовали того Иона. Их еще ждет китовая пасть и погружение в глубины. Савва освященная. 5 декабря. По божью провидению, Савва был оставлен вместе с родительским имением у брата его матери Ермия. Но так как жена у Ермия была злая и сварливая, то Отрак много терпел и наконец ушел к брату своего отца Григорию, жившему в другом селе, называвшемуся Сканда. Вследствие сего возникла вражда между дядями Саввы. Родители его долго оставались в Александрии, а Ермия с Григорием ссорились между собою, и каждый из них хотел не столько иметь у себя Отрак, а сколько попользоваться имуществом его отца. Блаженный Отрак еще с юного возраста, отличавшийся зрелым разумом, видя раздоры и свары своих детей, отказался от всего имущества, удалившись в монастырь Флавианов, отстоявший от муталаски на три с половиной версты, принял на себя ангельский образ восьми лет от роду. Живя там, он вскоре изучил псалтырь и прочие книги священного писания, преуспевал в добрых делах и во всем следовал иноческому уставу. А устав говорит, что принимать, ну, смотря какие, там не раньше, как двадцать, двадцать пять лет, тридцать, восемь лет уже приняли. Немного времени спустя дяди блаженного Савва помирились между собою, пришли к нему в монастырь и начали соблазнять его совета уйти из-за стен святой обители и, взяв себе жену, жить в отцовском имении. Но он, желая оставаться в доме Божьем, а не жить в селениях грешников, и, любя монастырскую жизнь более мирскую, не послушался своих дядей и отверг их соблазнительные предложения. «Как от змей, — говорил он, — убегаю я от тех, которые советуют мне сойти с пути Божия!» «Ибо худые сообщества развращают добрые нравы и боюсь навлечь на себя проклятие, которым пророк проклинает уклоняющихся в разврат». Псалом 118, 21. «Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих». Он осуждает, а как раз против монашествующих это. Он среди этих, может, проклятых и живет, и сам под проклятием, потому что уклоняется от заповедей его. Ефимий Новый, 15 октября Наконец, через 42 года после расставления Отеческого дома, Ефимию привелось к своему утешению постричь выничество из своих родственников, к чему он звал их, еще будучи в Некомидии, когда впервые шел на Афонс Олимпа. Он был как бы второй Иосиф, столь же чистый в своем житии, столь же прославленный после перенесенных им трудов и бедствий, и лишь через 42 года узнанный своими пристами, сознавшими, наконец, суету мира сего и решившимися принять иноческий образ. Родственников своих он взял в свою обитель, а для родственниц построил новый женский монастырь, накупленный им для того месте. Начальностью на сей монастырем была поставлена сестра преподобного, названная во святой схеме Ефимией Александр Невский, 30 августа. Между тем, благоверный великий князь Александр благополучно доехал до Орды, и Господь помог ему у милости, ведь раздраженного хана. Последний не только простил русских за избиение татарских сборщиков, но по ходатайству святого князя Александра дал им и новую милость, освободил от тяжелой обязанности нести военную службу в татарских полках. Благоверный князь спешил возвратиться на родину с радостной вестью, но этой радостной вестью не удалось услышать русским людям Иисус самого князя. Это был уже последний подвиг благоверного князя. Утомленный трудностью пути и тревогами, какие пришлось ему испытать, благоверный князь Александр Ярославич на обратном пути из Орды в городце опасно за ним мог. Причувствую блаженную свою кончину, он созвал своих спутников и обратился к ним с последнюю прощальную беседою, которая у всех вызвала горькие слезы при мысли от предстоящей утрате. Затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение, заменив свое княжеское имя иноческим Алексий. Вот его я знаю, а Александра Невского я не знаю. Принял святые тайны и просившись с окружавшими его иноками, благоверный князь и инок тихо отошел в вечные обители, предал свою чистую душу Господу, которому так пламенно послужил земной своей жизни. Как служил? Дрался, убивал. Убийством послужил. Это было 14 ноября 1263 года. Он скончался в отсвете лет, не имея еще 45 лет от роду. Неодолимый в битвах. Вот он где был. Богу угождал. Изнемог он под бременем великокняжеского венца, который в то время тяжелый для Руси время. Был поистине венцом терновым, требовал постоянного напряжения сил и взамен этого доставлял великому князю лишь огорчения и тревоги. Вопрос 2079. Прозрительность монахов приходит в момент пострижения, или сей благодати они сподобляются уже в процессе подвижнической жизни? Ответ. Чужая душа потемки. Согласно житии, это приходило в основном к ним после огромных трудовых подвигов. Но это только исключительно редко случалось. В большинстве своем они жили, не зная что, где и как. Их держали в жесточайшем послушании. И ни шага в сторону. Мышление должно было быть подавлено и вырезано. Главное, послушание настоятелю, авиа, старцу. Послушание самое несуразное, но только бы оно было беспрекословно и полное, абсолютное и благодарное послушание. Нет той меры отшибленности мозгов, которая выпистовывалась бы при этом безмозглом послушании. Нельзя было сравнивать данное задание, указание сходится равно с Писанием. Это крамало выжигалось и петевьями паховыми, страхами митрополита Ионы, карающего смертью за малейшее нарушение его воли. Если вам выставить в ряд все, что проистекало отсюда, от этого бездумного послушания, то тут уж не о прозорливости говорить, а о том, чтобы совершенно не свихнуться умом. Их любой шулер, даже не демон, а просто хитрый человек обводил вокруг их монашеского пальца. Им никто не говорил этих слов. 2 Коринфян 13.5 Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследывайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. 1 Тимофея 4.16 Вникай в себя и в учение, занимайся симпостоянно, ибо так поступай из себя, спасешь и слушающих тебя. Серахов 37.8 Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует свою пользу. От советника охраняй душу твою, и наперед узнай, что ему нужно. Ибо, может быть, он будет советовать для самого себя, может быть, он бросит на тебя жеребие и скажет тебе, путь твой хорош, а сам встанет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою. Государственные церковные перевороты зарождались в недрах монашества очень часто. Принимали в этом участие и враги. Вот как это происходило. 28 февраля, житие святого протерия. Страница 490. Пронырливый и лукавый Тимофей Элур, занимавшийся и волхвованием, следующим образом хитро обольстил египетских монахов, живших по монастырям или подвязавшихся в пустыне. В темную и безлунную ночь Тимофей, одевшись в темную одежду, стал обходить кель и иноков, и каждого называл по имени. Когда иноки спрашивали, кто он и чего ему нужно, он отвечал, «Я один из ангелов послан от Бога, чтобы вы не имели общения с протерием, патриархом, и не принимали бы постановление Халкидонского собора, епископом в Александрии, вы должны поставить Тимофея Элура». Так хитрый встец при помощи демона прельстил их. Иноки же, не поняв козни вражеских, приняли ложь за истину и рассказывали друг другу видение ангела. Согласились. Ослеплены были яростью против святого протерия. Убили его. Зубами впивались в его тело. И тело сожгли, а прах его развели по ветру. Патриарха. Вопрос 2080. Были ли среди монахов реформаторы? Или они безоговорочно принимали устав в своей обители, не пытались пересмотреть уклад своей жизни? Ответ. Это не практиковалось никогда. Устав, по их убеждению, всегда был нечеловеческое изобретение, но он или ангелом был принесен с неба на дощечки, где было точно регламентировано, поскольку спать, и чтобы горизонтально не ложиться монахам, и какую шапочку детскую на голове носить. Современные харизматы 50-тики имеют своих предтеч в монастырях. Здесь все прикрывалось откровением и видением, потому было все бесспорно, неотразимо и вечно. Но иногда были патриоты, желающие улучшить подвиг, сделать его более стерильным. Они не на работу шли, а на сокращение расходов, и вымаливали, чтобы Господь как-то их кормил без добывания трудом в поте леса хлеба. Эту заповедь они знать не хотели. Вот эту. Бытие 3.19. В поте леса твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо ты прах и в прах возвратишься. Александр, неусыпающий, 3 июля, видя, что во всех киноваях братья и веют излишне попечения о пище и одежде, он вспомнил об евангельских христовых словах, которые возбраняют излишнюю заботу о пище, питье и одежде, и даже не велят заботиться о завтрашнем дне. Он был твердо, непоколебимо уверен, что благо промыслитель Господь, питающий птиц, и одевающий траву усиленную, тем более не оставит без своего попечения работающих ему людей, что силен он и пропитать, и одеть их, искали бы они прежде царствие Божие и правды его. Одушевленный такими помышлениями преподобный Александр, взяв имевшееся у него Евангелие, пришел с ним к Ави Ильи и сказал ему, «Отче, все ли истина, что написано в Евангелии?» Услышав такой вопрос, преподобный Илья удивился и в смущении подумал, что вопрошавший его прещен каким-нибудь неверием от дьявола. Не отвечая ничего на вопрос, он сел и склонил главу свою, а в это время пришли к нему братья. «Братья», сказал им преподобный Илья, «помолимся о брате нашем Александре, увязшем во вражеские сети». И встав, сотворил молитву со слезами, а потом, обродившись к Александру, сказал ему, «Откуда пришел к тебе такой сомнительный помысл, что ты не веришь написанному в святом Евангелии?» «Не верую я», отча ответил ему Александр, «а только спрашиваю, все ли истина написанная в святом Евангелии?» Воистину все истинно отвечали ему все братья и Николкова, в этом не может быть сомнения. Тогда сказал им Александр, «если все истинно написанное, то почему же мы не исполняем он его?» «Да невозможно немощному человеку исполнить всего», ответили ему и братья. После такого ответа Александр, воспламенившись своим духом и за ничто почитая прежнее житие свое проведенное не в совершенном исполнении евангельских слов, вознамерился уйти в пустыню, чтобы там удобнее пожить по евангельскому слову. И он доказал, что можно вообще ничего не иметь. То люди покормят, то найдет. Вопрос 2081. Всегда ли святые исполняли заповедь, трудиться в поте лица? Ответ. Похоже, что многие об этой заповеди не знали. Ощудили по мере сил, стараясь сократить свои потребности, голодать, но только бы не устраиваться на работу. Второе фестиваль, наекистом 3.10. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Серапион 14 мая. И позволили старцу быть на корабле, питая его бога ради. Преподобный же, придя в Рим, обходил дома всех тех граждан, о которых слышал, что они проводили жизнь благочестивую. Беседуя с ними, он получал для себя пользу духовную. Ради этого он и странствовал, собирая богатство духовное, дабы купить им себе благо небесное в покое вечном. Эти блага он и получил по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которого воссылается слава во веки веков. Аминь. Говорил приточным притчами. Спустя некоторое время один из знакомых дал преподобному старый худой плащ, дабы он мог прикрыть им наготу тела своего. Этот нестижательный старец пришел однажды в Грецию и пробыл в Афинах три дня. Он весьма хотел есть, но ни от кого не мог получить куска хлеба, потому что никто ему ничего не подал. Купить же хлеба ему было не на что. Исполняя слова Христовы, Матфея 10, 9, 10, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо в трудящийся достоин пропитания. Он никогда не носил с собой ни монет, ни сумы, ни денег, ни одежды, за исключением лишь худого плаща, которым прикрывал наготу свою. В четвертый день пребывания в Афинах Серапион сильно взалкал. Он начал плакать и громко взывать, мужи афинские, помогите мне. К нему подошли философы, начальники города и спросили его, откуда ты пришел, старец, и какое горе у тебя. Он же отвечал, я родом египтянин, когда я вышел из места родины своей, то впал сразу в три долга. Именно у меня остались два взаимодавца, которым нечего было взять с меня. Третий же взаимодавец не оставляет меня до сих пор, но истезует меня, требуется меня долг свой. Философы же спросили его, кто это взаимодавцы твои, и кто истезует тебя? Скажи нам, и мы тебе поможем. Тогда старец сказал им, с юных лет смущала меня похоть плотская, сребролюбие и страсть к обедению. А двух я уже избавился, они уже не смущают меня, ибо я не чувствую вожделения плотского. Не имею я имущества или богатства, жажда же пищи не оставляет меня. Вот уже четвертый день, как я ничего не имел во рту, потому жажда пищи не оставляет меня, смущая меня и требуя себе обычного долга. Некоторые из философов подумали, что он их обманывает, и дали ему золотую монету, но наблюдали и издали за ним, что он будет делать. Старец же, взяв монету, поспешно пошел хлебным торговцам и, положив монету перед ними, взял один хлеб и ушел оттуда, и боль уже не появлялся в город тот. Да, философы убедили, что старец этот был действительно добродетельным мужем. Подойдя к хлебным продавцам, они дали им монету, соответственно, стоимости хлеба, купленного старцем, а золотую монету взяли себе. Ифимий Новый, 15 октября. Василий, впоследствии архиепископ Солунский, рассказывает о той божественной ревности, которой горели поощряемые святым пастырем иноки новой обители. Так, например, когда в обители случайно попала одна еретическая книга, то они точно же сожгли ее. А однажды, когда Василий вместе с другим братом Иоанном, именуемым безмолвником, был в пустынном месте, ему угрожала смерть от голода и утомления. К ним внезапно явился преподобный, принесенный им пищей, настолько подкрепил их силы, что они могли продолжать свой путь далее. Какой простой путь указал Христос и доступный каждому. Ибо, иго мое благо, и бремя мое легкое. Матфея, 11,30. Он назвал его легким. И додумались так все усложнить, такие навороченные подвиги, как сегодняшние экстремалы, им бы только прыгать в пропасть, летать над бездной, спускаться в огнедышащие вулканы и в глубины морские. А до чего? Там они гибнут тысячами. Сколько юродивых потонуло в юродстве? Если на тысячу юродивых, как Серафим, говорят, только один настоящий, а все остальные это не настоящие, то сколько же ушло в песок сил, труда, обескровливания народа, чтобы Египет и другие места обитания монахов стали полностью нехристианскими. Это же общий итог. Черта, подбитый результат, что дело сие не от евангельской проповеди выросло. Вопрос строили на одном валаме, это был уже тогда готовый коммунизм. Епископ Дамаскин, их руководитель, современник Лескова Николая Семеновича, мог все и никого не убил, а порядок навел. Все жития труд духовный и телесный. Может быть, не тот труд, что нужен, но труженики они были добросовестные, неизгибаемые, строители, а не разрушители. Но есть много, даже очень много, житей, где герои не работают, а бродят по горам или по городам и едят не свой хлеб, пренебрегая Божие установления, потеть над добыванием хлеба для своего желудка. Им кто-то приносит, а они едят, пусть и немного. Деяние 20.35 Во всем показал я вам, что так трудясь надо поддерживать слабых и память на слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Паразитизм на чужом хребте осуждается Богом. 2-й офис Икисом 3.10.12 Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они работая безмолвие ели свой хлеб. 1 Коринфянам 4.12 И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим. Ефесянам 4.28 Кто крал вперед, не кради, а лучше трудить, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. 1 Коринфянам 4.11 и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Притча 14.1 Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Эти стихи Библии сплошь и рядом нарушали подвижники и не выполняли эти заповеди. Бог же нигде не обещал, что хлеб будет давать с неба, на что не раз указывается в житиях, восхищаясь этим. Это тоже не было обещано признание зрая. 3.19 Бития В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, и во прах ты и в прах возвратишься. Один этот стих приговора Иегова умышленно повсеместно нарушался и нарушается, и ни кем-то, и ни где-то, а главным и основным образом теми, о ком всегда говорят сами же монахи, что их души в руце Божии не потели, не работали, и в прах не хотят возвращаться, а по мощевикам разносятся. Это вера иноческая, не из Библии, а из головы грешного противника воли Божией. Но она, эта противность канонизирована и будет жить беспокаянно до суда Божия. Но есть и чудесные жития, как это Феодосий Печерский 3 мая. Он ежедневно приходил туда, тщательно наблюдал за работами и, насколько возможно, помогал строить работы вместе с каменщиками. Во время работы он так плохо одевался, что его можно было принять за последнего послушника, но никак не за игумена. Слава Иисусу Христу! Да!